Трасса М7, промежуток между Паисево и Мензелинск, направление в сторону Челнов от Октаныша. Здесь есть такой указатель Степановка, нам нужно налево Степановку. Там в Мензелинске и в Челнах пробки, поэтому будем объезжать. Здесь дорога хорошая, просто я скорость сбавил, чтобы снять указатель. Степановка вот таким образом проезжается. В основном надо ехать по направлению главной дороги, скорость можно поддерживать 100-130. Машин нету, камер нету, так что хорошая альтернатива, чем по М7, там стоять в пробках в Мензелинске и в Челнах. Так вот, если ехать со стороны Паисево, в сторону Челнов будет Матвеевка. Здесь вот главная дорога по праву, ничего сложного нету. А сейчас я сниму, как это выглядит со стороны Челнов, если ехать в сторону Октаныша. А вот со стороны Челнов, в сторону Октаныша уже получается налево. Указатель главная дорога. Матвеевка. Николаевка, если ехать со стороны Октаныша, вот такой въезд. Николаевка со стороны Челнов, просто проезжайте по прямой, никуда не сворачивая. Русский Коран, если ехать со стороны Октаныша. Если ехать со стороны Челнов, въезд в деревню Русский Коран, вот до деревни стоит указатель, новая Мазина направо. Надо прямо. Дорога проходит через Русский Коран, не надо никуда сворачивать. И вот еще одно интересное место. Это поворот налево верхней Юшады, но мы едем прямо. Там дальше будет небольшой мостик, это есть Ориентир. Только после этого моста, если вы едете со стороны Октаныша, надо будет повернуть налево. Так, вот он этот мостик маленький, это есть Ориентир. После него будет еще один поворот, Т-образный перекресток, поворот налево. Это если ехать со стороны Октаныша. Вот это место, здесь налево, если ехать со стороны Октаныша. Прямо вот указано, что 20 км в Мензининск. Т-образный перекресток. Сейчас покажу, как это выглядит, если поехал бы я со стороны Чулнов в сторону Октаныша. Вот это вот интересное место, Кадряково. Это въезд со стороны Октаныша такой. Так, если повернете направо. Сейчас вот поедем. А, не здесь, дальше. Вот я выезжаю к Кадряково, если ехать со стороны Октаныша. Я говорил, что если повернете направо, будет Кузиметьево. Это деревня прямо около М7. Вот так вот, я собираюсь поехать прямо в сторону Сарманово. Потому что мне надо Нижнекамск. В Челнах там была пробка, где Орловское кольцо. Вот. А так, кому надо в Челны, может ехать вот направо. До Кузиметьево там еще один поворот будет направо. И все, вы выезжаете на М7, минуя пробки эти Мензининские. И так доезжаете до Челнов. Ну, а я попробую доехать до Нижнекамска по Козьим тропам. Корошай из Саклова, если ехать со стороны Октаныша, мы проезжаем в эту деревню. Так, после Корошай, Саклова и Чурашева, эти две деревни, они вместе находятся. Что хочу сказать. Я намереваюсь выехать на дорогу, которая из Сарманово в Челны. И с нее уже попасть через Мусабайзавод в Ярыклы на трассу Челны-Альметьевск. Здесь я еду первый раз, но если все сложится хорошо, то попав на дорогу Сарманово в Челны, я без проблем доберусь до Мусабайзавода и там уже до Ярыклов. Уже выеду между Нижнекамском и Челнами. Так, вот после Чурашева я попал на такую развилку, это я снимаю со стороны. Если ехать со стороны Сарманово, вот такой указатель стоит. Там вдалеке указатель главная дорога направо. А вот он, главная дорога направо. Я приехал с того аппендицита, как сказать, со второстепенной дороги. Со стороны Карошай-Саклава, вот. Со стороны Мензелинского я приехал. И получается я выехал на главную дорогу, которая идет в Сарманово. Так, вот впереди опять Т-образный, а нет, так, непонятно какой перекресток. А главная дорога от меня направо уходит. Ага, Т-образный перекресток. Главная дорога направо. Я думаю до дороги Сарманово-Челны осталось совсем немного. Ну вот я добрался до этой дороги. Оказывается она совсем близко. А вот указатель Сарманово налево 12 километров. Направо набережной Челны 41 километр. Пока не понял куда я выехал. Но мне это уже не волнует. Потому что здесь я уже ездил. Сарманово до Нижнекамска доезжал. Не заезжая в Челны. Через Мусабайзавод. И вот так я свернув с М7, минуя Мензеленск и Челны, оказался на дороге, которая идет с Сарманово в Челны. Очень даже хорошо. Мне понравилось. Красивая местность. Дорога отличная. Можно ехать 100-130 километров. Машин нету. Гаишников нету. Получил огромное удовольствие. Не торчал в этих пробках в Мензеленске и в Челнах. В Челнах как раз, где Орловское кольцо, была пробка со стороны Мензеленска. На въезде в Челны была большая вообще такая пробка. Так, вот сейчас я доеду до какого-нибудь населенного пункта и еще раз сниму его. Ага, вот я забыл снять, как это выглядит, если ехать со стороны Нижнекамска. Я специально развернулся. И вот здесь указатель на Муслюмова оказывается. Вон с той дороги я выехал за остановкой. Вот вон остановка. Вон с той дороги выехал. И поехал в Нижнекамск. Так, вот. Значит, поворот Муслюмова, если ехать со стороны Нижнекамска будет. А прямо туда дорога уходит с Арманова. Вот я подъезжаю к тому повороту. Мусабайзавод. Т-образный перекресток. Ориентир вот этого вот вышка. Мне налево. Если и прямо, то попадете в Челны. А здесь вот указатель. Днем-то указатель видно, а ночью вот не видно. Но зато ночью видна вот эта вот вышка. Вот она. Вот. И, не заезжая в Челны, можно добраться до Нижнекамска. Эта дорога выезжает Ярыклы. Там будет такой же поворот похожий. Т-образный перекресток, на котором тоже надо будет налево свернуть. С указателем Ярыклы. Прямо, если поехать, то опять-таки попадете в Челны. Дорога немного извилистая. А вот Мусабайзавод. Если ехать по главной дороге все время, она выведет Ярыклы. Ничего сложного нету. Зато здесь никогда гаишников я не видел. Ни камер, ни гаишников нету. Машин тоже нету. А вот я подъезжаю к тому повороту. Т-образный перекресток, который на Ярыклы сворачивает. Если ехать прямо по этой дороге, попадете в Челны. Ориентира здесь как такого нету. Башни нет никакой. Вот знак 70. Потом 50. И указатель. Сейчас я поеду сниму. Доехать до этого места просто. Вот старый Ярыклы написан налево. Доехать до этого места просто. Дорога извилистая, но если ехать все время по главной дороге, вы без проблем доберетесь. И тут уже совсем немного осталось до трассы Альметьевск-Нижникамск. Извиняюсь, оговорился не Альметьевск-Нижникамск, а Заянск-Челны. Трасса Заянск-Челны. Вот она. Я проехал Ярыклы, выехал из деревни и вот уперся в эту трассу. Ну и остается через разворот Нижникамск. Нижникамск. Там впереди Челны. А еще предстоит меня Ждет Пробочка После поста ГАИ Не доезжаю Машинного завода Когда утром выезжал В сторону города В сторону Нижнекамска Там скопилось много машин Сейчас посмотрим Сколько их там осталось Ну все Вот так Как доеду до Нижнекамска Еще раз Включу камеру Скажу сколько километров получилось Так вот К посту ГАИ подъезжаю Они тут 20 поставили Когда я уезжал Они на камеру снимали Из своей амбразуры Еще из этой камеры Тут не видать Их не видать Так Там впереди Скорее всего Дождалась меня пробочка По километражу Получилось У меня 150 километров Гугл карты Показывают 130 километров Но это По трассе М7 По прямой И я думаю Что лучше Проехать Вернее Пролететь 20 километров Чем стоять В этих пробках В Мензелинске И в Челнах А если не стоять Так то плестись За фурами Вот Так завершилась Поездка Поисеево И Нижнекамск Еще раз повторяю 150 километров Получилось Вот в принципе Я доволен Все Всем удачи По скриптам А уже второй раз Убеждаюсь Что Вечером На въезде В Нижнекамск Пробки нету А вот у меня Зеленый свет Довольно таки Проезжаю Даже без остановок Хочется сказать Спасибо Вот этим вот Строителям Которые По-моему Весы здесь делают Чтобы обогащать Наших Жердяев Чиновников Так А на выезде С Нижнекамска Вечером Как всегда Здесь пробка Вот Кстати утром Была такая же пробка Только на въезде В Нижнекамск По времени Поездка По Есеево Нижнекамск Я не могу Сказать Потому что Я часто Останавливался Вот Такие дела Всего хорошего Удачи Продолжение следует